Винтаж – это отражение эпохи. И когда мы смотрим на винтажную вещь, мы сразу понимаем, какие это примерно года. Посмотрите, вот воротничок, да, такие подплечники, нетривиальный такой крой, который сразу выдает, так скажем, возраст. И это австрийское производство, ну, просто потрясающее платье. Любовь к винтажу появилась у Дарь еще с детства. Девушка много путешествовала и посещала винтажные магазины. Когда началась пандемия, она стала распродавать вещи, которые купила на блошиных рынках. А позже и вовсе открыла дело в своей жизни – винтажный магазин. Я готова петь «Оды любви» винтажным вещам, потому что это уникальность, это качество непревзойденное. То есть ткани, пошивы, которые были раньше, вы сейчас нигде их не найдете, потому что вот этот вот бесконечный поток производства, как сейчас, он не сравнится с тем, что было, допустим, 30 лет назад, когда люди работали на результат, а не на количество. По словам Дарьи, каждая вещь имеет свою историю, связанную с определенным временем событием. Люди выбирают винтажные вещи, чтобы быть уникальными. Носить винтаж – значит быть непохожим на других, создавая свой неповторимый стиль. К винтажным вещам у меня самое положительное отношение, и я думаю, что это со мной останется на очень долгие годы. Винтаж – это в первую очередь уникальность и потрясающее качество. Проходя по улице, можно поймать на себе очень много взглядов, прохожих, комплименты от девушек, от мужчин. Это очень ценно, приятно. А чтобы быть в центре внимания и тоже получать комплименты, достаточно немного свободного времени и желания. Так за несколько часов можно преобразить любую базовую вещь. На Марине сейчас вы можете увидеть наглядный пример, как можно преобразовать вещь, которая надоела, грубо говоря. Это был обычный мужской костюм, которым мы просто укоротили, сделали укороченный пиджак и сделали брючки. Как считают истинные ценители винтажной одежды, сейчас в магазинах не так много качественных и действительно запоминающихся нарядов. Многие модницы в погоне за трендами забывают о своем индивидуальном стиле. А ведь он может быть совсем рядом. Достаточно заглянуть в шифоньер своей мамы. Дарья Денисова, Дмитрий Денисов. День с толком.